Уважаемые коллеги, действительно так получилось, что мое сообщение очень тесно переплетается, или тема моего выступления не только с Беларом Хамидовной, но и с Натальей Владимировной, да и с Ильей Валерьевичем, который нам очень эмоционально, экспрессивно показал, что прогресс, который мы достигли с использованием ингибиторов контрольных иммунных точек, он продолжается дальше, и мы с вами все свидетели того, что каждый год мы видим новые препараты, новые показания, Ну и появление этого вида противоопухолевой терапии в нашей практике, конечно, очень много поставило вопросов, и большинство этих вопросов уже были освещены моими коллегами, Ну, поэтому я планирую этот доклад, в общем, уже предполагала, что так будет, и хотела бы в своем выступлении все-таки больше сконцентрироваться на теме той пандемии новой коронавирусной инфекции, которую мы сейчас с вами переживаем, И использование иммуно-онкологических препаратов у пациентов со злокачественными опухолями, собственно говоря, почему именно этот вопрос так активно обсуждается, вы видите вот здесь несколько публикаций, и все они задаются вопросом, насколько безопасно использование ингибиторов контрольных иммунных точек во время пандемии коронавирусной инфекции. Ну, мы хорошо знаем, что в отличие от химиотерапии у ингибиторов контрольных иммунных точек есть целый ряд очень важных таких позитивных моментов, в частности, что эти препараты не вызывают иммуносупрессии, меньший риск нейтропении, тем более фибрильной нейтропении, меньше риск инфекционных осложнений, меньше риск мукозитов, как возможных входных ворот инфекции, и, кроме того, использование этих препаратов предотвращает угнетение функций эффекторных клеток, Т-лимфоцитов, таким образом потенциально может способствовать и элиминации вируса, и снижение вообще заболеваемости коронавирусной инфекции. Но при этом мы также знаем, что всё-таки эти препараты обладают иммуноопосредованными гематологическими осложнениями, в том числе и нейтропении. Мы также знаем, что при лечении тяжёлых иммуноопосредованных нежелательных явлений, а процент их не такой маленький, особенно при использовании комбинированной иммунотерапии, мы вынуждены прибегать к длительной иммуносупрессии, что, безусловно, может повышать риск инфекции, в том числе и вирусной. Многие симптомы коронавирусной инфекции очень похожи на иммуноопосреданные нежелательные явления, в частности это кашель и одышка, пневмонит. Мы можем наблюдать повышение тропонина, косвенный признак аутоиммунового миокардита. Мы можем видеть подъём печёночных ферментов, то, о чём говорила Наталья Владимировна, а это возможное проявление иммуноопосредованного гепатита. Ну, я уже не говорю о повышении температуры тела. Кроме того, рентгенологические проявления иммуноопосредованного пневмонита могут быть очень похожи на пневмонию, которая вызывается коронавирусом. И здесь это, безусловно, добавляет сложности и рентгенологам, и нам для проведения дифференциальной диагностики. При том, что проведение бронхоскопии при подозрении на пневмонию, вызванную коронавирусом, оно, конечно, сопряжено с опасностью образования аэрозоля и инфицирования персонала. Более того, да, сегодня уже описаны случаи сочетания иммуноопосредованного пневмонита и ковид-пневмонии. Конечно, такие сочетания могут приводить к более выраженному повреждению лёгких и развитию острого респираторного дистресса синдрома. Кроме того, мы можем предполагать, что гиперактивация иммунной системы, которая может происходить на фоне терапии иммуноонкологическими препаратами при наложении на ковид-инфекцию, также может сопровождаться чрезмерным аутоиммунным воспалением, которое приводит к повреждению внутренних органов, в том числе и развитию острого респираторного дистресса синдрома. Поскольку случаи цитокинового криза или шторма описаны как при коронавирусной инфекции, так и при использовании других иммуноонкологических препаратов, в том числе антипиди, антипиди или один моноклональных антител. И вот такой препарат, как тоцелимумаб, тоцелизумаб – это моноклональное антитело к рецептору энтероликины 6, в последнее время очень активно используется как раз в лечении синдрома цитокинового криза и при коронавирусной инфекции, и также может использоваться при тяжелых иммуноопосредованных, нежелательных явлениях, рефракторных к стероидам. Ну, связь между патогенезом опухолей и вирусных инфекций, в том числе и ковид-инфекцией, она сегодня изучается. Уже установлена роль сигнального пути PD-1, PD-L1 при хронических вирусных инфекциях, таких как вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции и экспериментальные работы показали, что хроническое воспаление, которое вызывается, персистирующей вирусной нагрузкой, индуцирует экспрессию негативных костимулирующих молекул и приводит к истощению Т-клеток и потере их эффекторных функций. При острой вирусной инфекции вопрос сейчас очень активно изучается. Преклинические исследования показали, что активация сигнального пути PD-1 в острой фазе вирусной инфекции блокирует дифференцировку наивных вирус-специфических Т-клеток в эффекторные CD8-плюс клетки. И блокада этого, с другой стороны, блокада этого сигнального пути моноклональными антителами может повышать эффекторные свойства CD8-плюс лимфоцитов, что, в свою очередь, приводит к снижению вирусной нагрузки и элиминации вируса. И сегодня уже иммуно-онкологические препараты изучаются в клинических исследованиях и при гепатитах, и при синдроме иммунодефицита, и при вирус-ассоциированных упорах. Поэтому теоретически можно предположить, что ингибиторы контрольных иммунных точек могут как усиливать, так и уменьшать тяжесть протекания коронавирусной инфекции. Ну и хотела обратить внимание на это исследование. Коперника, второй фазы, которая сейчас проводится, где изучается комбинация пембролизумаба и тоцелизумаба у больных с ковидной пневмонией, которые не отвечают на стандартную терапию. А что показали нам клинические исследования? Дилар Мухаммедовна этот слайд уже демонстрировала. Действительно, первые исследования вроде бы показали, что использование ингибиторов контрольных иммунных точек увеличивает риск и госпитализации, и тяжелого течения. Более поздние исследования такого негативного эффекта на течение ковидной инфекции не подтвердили. И вот два больших метаанализа прошлого года, куда включались в одном случае 17 исследований, в другом случае 16 исследований сочетания опухоли и ковидной инфекции продемонстрировали, что использование иммуно-онкологических препаратов не ассоциируется с риском более тяжелого течения ковидной инфекции и риском смертности. Поэтому в настоящее время нет убедительных данных о том, что использование ингибиторов контрольных иммунных точек увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией и ухудшает прогноз этого заболевания. Поэтому большинство онкологических центров продолжает использовать эти препараты. И если мы посмотрим на рекомендации нашего российского общества онкологов, клинических онкологов, то также увидим, что нет абсолютных противопоказаний для проведения тех или иных методов лекарственного течения, в том числе и использования иммуно-онкологических препаратов. И очень сегодня активно обсуждается вопрос с возможностью вакцинации онкологических пациентов, в том числе и тех пациентов, которые получают иммуно-онкологические препараты. На сегодняшний день у нас есть уже достаточно большое количество вакцин против новой коронавирусной инфекции. четыре вакцины зарегистрированы, вернее, производили компании Соединенных Штатов Америки. Сегодня в нашей стране, и, кстати, уже не только в нашей стране, зарегистрированы и наши отечественные российские вакцины против новой коронавирусной инфекции. Это Sputnik V, Sputnik Light, Epivac Corona, Covivac. Это то, что сегодня доступно для вакцинации. При этом просто хочу обратить внимание, что данные по профилактической эффективности сегодня представлены только для двух вакцин. Это Sputnik V и Sputnik Light. Вы видите очень высокие цифры профилактической эффективности, 91 и 80%. Появляются данные о особенностях переносимости противовирусных вакцин пациентов с онкологическими заболеваниями, которые получают ингибиторы контрольных иммунных точек. Вот одно из таких исследований опубликовано коллегами в Израиле, которые оценили переносимость вакцины от COVID-19 у 134 пациентов с различными онкологическими заболеваниями, которые получали ингибиторы контрольных иммунных точек. И сравнили это со здоровыми лицами, с коррекцией по полу и по возрасту. Что показало это исследование? Что в целом профиль нежелательных явлений исходен между двумя группами пациенты и здоровые лица? За одним исключением это такое нежелательное явление, как боль в мышцах, которая чаще регистрировалась в группе пациентов онкологических, получающих ингибиторы контрольных иммунных точек. При этом не показано различий профилей нежелательных явлений среди пациентов, которые получали только ингибиторы контрольных точек и ингибиторы контрольных точек в сочетании с химиотерапией, не зарегистрированы новые иммуноопосредственные нежелательные явления или ухудшения уже ранее выявленных иммуноопосредственных нежелательных явлений. И также не было выявлено различий в частоте нежелательных явлений после второй вакцинации у пациентов, имеющих иммуноопосредственные нежелательные явления, второй и более степени, и не имеющие их. И таких исследований сегодня уже немало. Поэтому на сегодняшний день такие ведущие организации, как Американская ассоциация по исследованиям в области рака, это Американская ассоциация клинических онкологов, общество по иммунотерапии раком сегодня рекомендует проведение вакцинации от COVID-19 всем онкологическим пациентам, в том числе и получающим ингибиторы контрольных иммунных точек. Ну, об этом, о рекомендациях для пациентов уже Деларон Хамидовна говорила, не буду повторять. Ну, вот посмотрим, как в нашей стране этот вопрос решается. Ну, во-первых, мы видим, что наличие онкологического заболевания было исключено из противопоказаний. Вот эта информация, которая представлена на сайте Министерства здравоохранения, мы увидим, вернее, среди противопоказаний мы не увидим такого противопоказания, как наличие онкологического заболевания. В то же время в инструкциях к рекваратам мы, тем не менее, видим, что такую очень, скажем так, обтекаемую фразу о том, что недостатка информации по вакцинации, вернее, вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов, и среди них пациенты со злокачественными новообразованиями упоминаются. Поэтому мне кажется, что вот сегодня очень большой в литературе, очень много публикаций, когда пациенты с онкологическим заболеванием, в том числе и получающие разные виды противоопухолевого лечения и с использованием онкологических препаратов, им отдаётся приоритет в вакцинации, поскольку известно, что всё-таки наличие онкологического заболевания может ухудшать прогноз, является таким негативным фактором, осложняющим течение коронавирусной инфекции. Не буду останавливаться на двух аспектах, а именно использование иммуно-онкологических препаратов при аутоиммунных заболеваниях и возобновлении после токсичности, поскольку об этом говорили мои коллеги. Ну и в заключении хочу сказать, что нет убедительных данных, которые бы служили основанием для отказа от иммунотерапии у пациентов с излокачественными опухолями в условиях пандемии коронавирусной инфекции, пациенты, которые получают иммуно-онкологические препараты, требуют особого внимания. Мы уже с вами перешли, для нас это уже нормальная практика, выбор режимов с большими интервалами между введениями иммуно-онкологических препаратов. Тем не менее, если мы назначаем стероиды при лечении иммуно-опосредственных нежелательных явлений и при подозрении на иммуно-опосредственный пневмонит, конечно, очень хотелось бы исключить инфекцию COVID. Ну и диагноз онкологического заболевания не является противопоказанием для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Благодарю за внимание. Продолжение следует...